Российская армия отрабатывает новые форматы наступательных действий против Украины, но противовоздушная оборона боевых порядков войск остается слабым местом россиян. Так, 28 сентября пресс-служба Минобороны РФ написала, что в оккупированном Крыму на полигоне АПУК начались масштабные маневры воздушно-десантных частей, которые были переброшены из Новороссийска. Для маневров привлечено более 2000 военнослужащих и более 100 единиц вооружения. При этом россияне похвастались, что вывели для тренировок свои новейшие бронемашины БМД-4М и БТРМ-ДМ. Тема проведения учений – организация обороны днем и ночью, переход в наступление при поддержке гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок НОНА-С и танков Т-72Б3. Интересно, что на этот раз россияне не стали на свои Т-72Б3 наваривать решетки для защиты от джавелин или бомб с беспилотника Байрактар ТБ-2. С одной стороны, тема маневров наступления десантных частей армии РФ при поддержке танков может звучать грозно. Но здесь стоит обратить внимание на пробел с противовоздушной обороной боевых порядков частей, наступающих по сценарию проведения учений, из средств ПВО у них только операторы ПЗРК. Россияне не впервые проводят такие эксперименты с партизанской противовоздушной обороной частей, которые должны выполнять наступление против условного противника. В середине сентября 2021 года танковые подразделения Центрального военного округа отработали аналогичный формат обороны от возможной атаки дронов противника. В состав и арьергард танковой колонны была включена бронетехника, на броне которой разместились операторы ПЗРК «Игла», которые по условиям учений должны были сбивать вражеские беспилотники в зоне своей визуальной видимости. С этой тенденцией, когда армия РФ начала проводить учения по такому партизанскому формату воздушного прикрытия своих боевых порядков, можно сделать следующие выводы. Похоже, россияне понимают, что им не удастся достичь надлежащего уровня насыщения боевых порядков войск зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2, которые теоретически могут поражать беспилотники Байрактар ТБ-2. Следовательно, при оценке ударного потенциала частей армии РФ, сосредоточенных против нашего государства, следует в первую очередь обращать внимание именно на плотность средств ПВО, которые должны прикрывать боевые порядки войск страны-агрессора. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.